Основные места, где возводят недвижимость, которые впоследствии хозяева не спешат регистрировать, садовые товарищества. Бывшие когда-то дачными поселками в наше время это участки с капитальными строениями. Благо даже прописаться по новым законам здесь можно. Но вот ставить недвижимость на учет в бюро технической инвентаризации хозяева домов не спешат. Соответственно и налоги с них не уплачивают. Налог на имущество физических лиц является одной из основных статей пополнения бюджетов местного уровня. Это городских и сельских поселений. То есть это налог, за счет которого перспективное развитие территории. Он нужен прежде всего району, он нужен муниципалитетам, он нужен самим жителям. По приблизительным подсчетам казна ежегодно недополучает более миллиарда рублей. Многие стараются максимально оттянуть регистрацию и уплату налога, мотивируя это тем, что с 2015 года он уплачивается не с инвентаризационной, а с кадастровой стоимости недвижимости. То есть стал значительно больше, но это не соответствует действительности. Если мы сравниваем налог на имущество, которого так все боялись и ждали от кадастровой стоимости, так мы проводили анализ, он стал даже меньше на 2015 год, по сравнению с тем, что было на 2014 год от инвентаризационной стоимости. С 1 января 2017 года собственники незарегистрированных помещений будут выплачивать довольно внушительные штрафы, а также их ждет повышающий коэффициент к земельному налогу по тем участкам, где стоят неоформленные объекты. Но пока этого всего можно избежать. Цели и задачи этих мероприятий прежде всего не наказать, прежде всего разъяснить нашим жителям о том, что их ждет после 1 января 2017 года. Если вы решили для себя, своей семьей, возвести объект недвижимости, то вы четко должны понимать, что последствия это зарегистрировать свои права и уплата налогов на имущество физического лица. Нужно также понимать, что объектом недвижимости являются садовые и дачные дома, хозяйственные постройки, гаражи, беседки, вспомогательные строения. Очень часто хозяева забывают заплатить налоги на эти объекты. С нового года тех, кто не заплатил, также ждут санкции. Налогоплательщикам будет начислен налог за три предшествующих года, плюс штрафные санкции в размере 20% от суммы налога. Но самое грустное для тех, кто не зарегистрировал свою недвижимость, это то, что они после нового года имеют все шансы лишиться своих построек. Если объект недвижимости существует и на него не зарегистрированы права, то следующим шагом может быть та ситуация, когда по решению суда он может быть признан самовольно построенным, чем это грозит? Это грозит в итоге сносом данного объекта в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Время еще есть. Стоит принять меры к тому, чтобы не лишиться, возможно, самого дорогого – своего дома. Тем более, что процедура регистрации недвижимости сегодня сильно упрощена. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Владимир Гриневич, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ. Продолжение следует...